ассалам алейкум не могли бы пояснить кто такие турецкие и сирийские алавиты какова их связь с с имамитами джафаритами в чем отличие нынешних алавитов от тех кто жил в эпохе мама али алей салама спасибо за внимание и так давайте начнем с того что в первую очередь скажем о том что нет такого часть течения как алавиты есть течение не одно течение о множество течений которые называются этим названием этим и менем алавитами то есть а ловит это ни одно течение это совершенно разные отличный друг от друга разные течении нет одного какого-то течения алавизм да вы когда читаете, допустим, Википедию читаете или какие-то другие статьи, читаете неосведомленных людей, они преподносят это так, как будто это одно течение, но это не так совершенно. Поэтому начнем с этого. Во-первых, алавитами в ранние времена называли потомков Алибина Беталиба, алейсалат вассалам, и их сторонников. То есть потомков его святых Алибина Беталиба, алейсалат вассалам, и их политических сторонников, которые в тех или иных восстаниях участвовали против действующей власти, или в тех или иных войнах участвовали, их называли алавитами. То есть потомков Алибина Беталиба, алейсалат вассалам, и их сторонников называли алавитами. То есть слово происходит от слова «али». То есть те, кто относится к Али. Алавиты, если переводить буквально, то есть это те, кто относится к Али. Но позже, то есть в последние века, стали возникать определенные группы людей, определенные сообщества, зачастую заблудшие сообщества и даже более того не просто заблудшие, а вышедшие из ислама сообщества, которые стали называться Алавитами. Теперь давайте разберемся, какие существуют Алавиты. Во-первых, Алавиты, то есть эти группы, эти религиозные группы, которые называются Алавитами, существуют в разных странах. Есть в Иране небольшая группа, то есть как правило их немного. В Иране существует группа людей, религиозная группа, которая называется Алавитами, хотя они предпочитают себя называть Ахлюхак, то есть сторонники истины, последователи истины. Кто такие иранские Алавиты? Ахлюхак, которые любят себя называть Ахлюхак. Их также другие называют Алиюллахи, то есть те, кто возвели Алибн Абитали в ранг Бога. Те, кто обожествляет Алибн Абитали в аре и сауат ва сауат. Эти люди, они не только наших имамов возводят в степень Бога, не только наших имамов обожествляют, но и просто своих обычных лидеров могут порой обожествлять, передавать ему божественные качества. И поэтому они никакого отношения к имамитам и джафаритам не имеют, и даже более того, они никакого отношения к исламу не имеют, потому что ислам утверждает о единстве Бога, и этим Богом является Аллах. Имамы, пророки, обычные люди с точки зрения ислама не являются богами и божествами, и поэтому эти люди в принципе не являются мусульманами, не говоря уже о том, чтобы они какое-то отношение имели к наилучшим из мусульманам, а именно к имамитам и джафаритам. Это по поводу того, тех алавитов, которые обитают и существуют в Иране, и которые любят себя называть Алиуллахи. Есть также большая достаточно группа алавитов в Сирии. Их называют также нусейритами. Сирийские алавиты, которые также являются нусейритами, их также называют нусейритами. Но они себя предпочитают назвать, сами себя предпочитают назвать алавитами. Итак, сирийские алавиты, которые также являются нусейритами. По поводу того, почему их называют нусейритами, то есть давайте немножко этот момент разберем, чтобы было понятно, кто такие нусейриты. Был некий человек, который якобы, не то чтобы был, а якобы был некий человек по имени Мухаммад ибн-энусейр ан-Нумейри, которому приписывают определенные убеждения, определенные взгляды. И важнейшим из этих убеждений и взглядов является обожествление его светлости имама Хасана аль-Аскери. То есть якобы в истории был человек по имени Мухаммад ибн-энусейр ан-Нумейри, который обожествлял его светлости имама Хасана аль-Аскери. Якобы был такой человек. Он был учеником имама Хади алей-салату ассалам. И потом по каким-то якобы по истории так пишется, что якобы он стал обожествлять его светлости имама Хасана аль-Аскери. И многие исследователи, многие писатели, которые пишут про нусейритов, про алавитов, они считают, что они называются нусейритами, поскольку они являются последователями Мухаммада ибн-нусейра ан-Нумейри. Именно поэтому якобы их называют нусейритами. И на основе этого считают, что алавиты имеют взгляды Мухаммада, ан-Нумейри. То есть также обожествляют некоторых имамов. Но это на самом деле не так. Почему? Потому что сирийские алавиты, они же нусейриты, они никого не обожествляют, ни одного из имамов не обожествляют. То есть они не обладают убеждениями, которые приписываются Мухаммад ибн-нусейра, ибн-нусейр, ан-Нумейри. То есть у них нет тех убеждений, которые якобы были у Мухаммада. И помимо того, что сам вообще Мухаммад, то есть ан-Нумейри, вот этот вот, ибн-нусейр, он вообще сам недоказанная личность. То есть очень веские доводы и аргументы имеются в пользу того, что вообще это сама личность выдуманная. Что такой личности в принципе не было в истории. И естественно у него нет в принципе последователей на сегодняшний день. То есть последователей у Мухаммада нет. Нет людей, которые на сегодняшний день были бы его последователями. И помимо этого, его последователи не называют нусейритами. Его последователей, историки, называют нумейритами, а не нусейритами. Поэтому вот сирийские алавиты, они не являются последователями вот этой вот якобы реальной фигуры Мухаммада ибн-нусейра. Тогда почему же их называют нусейритами? Нусейритами их называют, потому что они в какое-то время, то есть в древности жили в горе, точнее нашли убежище в горе под названием Нусейра. Эта гора находится в современном Ливане. Так кто же такие алавиты-нусейриты, сирийские алавиты? Они практически в своих убеждениях, в своих взглядах абсолютно ничем не отличаются от имамитов, джафаритов. То есть это самые что ни на есть имамиты джафариты. Да, возможно у них немножко вот эта вот самоидентичность, она немножко отличается. То есть они себя называют алавитами. Допустим, очень много примеров того, когда ты общаешься с одним из них, спрашиваешь, а кто ты по взглядам, по убеждениям, он говорит, я алавит. Ты его спрашиваешь, а чем же алавизм отличается от имамизма, из наш аризма, то есть от джафаризма? Он говорит, ничем. Он говорит, ничем не отличается, то есть они сами это признают. Но когда ты говоришь, а почему же ты себя алавитом называешь, то есть на это ответа нет. Поэтому сирийские алавиты, они же насириты, они от нас, шеитов, имамитов практически ничем не отличаются. Это что касается по поводу... То есть они такие же имамиты, как мы. Что касается турецких алавитов, которые также называются бикташи или кызылбаши, то, к сожалению, относительно них очень мало достоверной информации, статьи или книги, которые посвящены им, зачастую предоставляют неверную информацию о них. Но обратившись к их собственным книгам, к их собственным источникам, можно обнаружить, что в идеологическом плане они совершенно, абсолютно не отличаются от шеитов, имамитов. То есть они также признают единобожие, признают справедливость, признают посланническую миссию во святлости посланника Аллаха, признают имамат и признают 12 имамов, то есть они являются также и снашаритами, и признают священный Коран, и признают также и судный день. Что касается масхаба и вопросов фикха, то они признают исключительно масхаб его святлости имама Джафара Садига, алейхи салат ва салам, все остальные масхабы они отвергают. Но при этом у них есть особый свойственный им колорит, особые обычаи, особые традиции, которых мы, конечно же, не обнаруживаем у шеитов и имамитов. И это обусловлено тем, что они на протяжении очень долгого времени, очень многих веков, жили в Османской империи, Османская империя, которая воспринимала их по определенным причинам как врагов, преследовала, угнетала и всячески притесняла. Они до 15 века получали религиозное образование в Гордобилии, в столице сафивитского государства, но в начале 16 века, когда началась война между Турцией и Ираном, между Османской империей и сафивитским государством, сафивитской империей, они эту возможность потеряли. Получать религиозное образование в самой же Турции, у них, конечно же, никакой возможности не было, ибо они находились под гнетом и преследованием со стороны Османской империи. И в особенности, с учетом того, что началась война между Османской империей и сафивитским государством, Османская империя воспринимала бекташи, турецких алавитов, как шпионов и факторов влияния сафивитского государства внутри Османской империи. И, естественно, вот эта вот враждебность еще больше возросла. И, как следствие, бекташи потеряли возможность получать религиозное образование, изучать свою собственную религию, и, как следствие, это привело к падению религиозной образованности, к падению понимания своей собственной религии, которая очень сильно усилилась в 20 веке, когда в Турции сменился алфавит с арабского на латынь, и, как следствие, уже последующие поколения алавитов и бекташи уже потеряли возможность изучать свои собственные книги, читать свои собственные книги, ибо они были написаны именно на арабском. И именно арабским алфавитом они были написаны. И, как следствие, в 20 веке вот эта вот религиозная образованность и понимание своей собственной религии еще больше упало. И все это, конечно же, привело к определенным последствиям, к определенным результатам. И, помимо этого, они также отличаются от обычных имамитов особой склонностью склонностью к суфизму. Суфизм в его классическом понимании, а не в его современном понимании, в котором оно распространено, в частности, в России. То есть у них также распространены определенные обряды, в том числе и вот эти танцы, похожие на суфийские, которые также распространены в Турции. Возможно, эти обряды, опять-таки, переняты ими у турецких суфьев. Как-никак, они на протяжении очень долгого времени, многих веков, жили с ними бок о бок. И также есть определенные особенности в их поведении, в их религиозном учении. Например, в их книгах можно обнаружить, что молитву и пост необходимо соблюдать тайно. То есть, вот эту вот обязательную молитву, салат, намаз, необходимо читать тайно. И поститься необходимо тайно. Возможно, это связано с тем, что им в свое время приходилось скрывать свои религиозные убеждения и взгляды, и молитва, которая также может выдать их мазхаб, им приходилось прятать, им приходилось совершать молитву тайно, чтобы не афишировать себя, не афишировать свои взгляды. Они признают священный Коран, признают сунны непорочных, и после сунны непорочных для них самыми авторитетными источниками являются несколько сборников стихов, в их числе стихи известного туркоязычного шиитского поэта Мухаммада Физули, и вот эта вот любовь к трудам этих поэтов, возможно, также повлияла их на вот эту вот их склонность к суфизму, ибо эти поэты также, то есть суфизм опять-таки в его классическом понимании, которое было всегда свойственно к поэтам. Таким образом, они с точки зрения убеждений и взглядов, и идеологии абсолютно ничем не отличаются от шиитов и маметов, их отличает только отсутствие самоидентичности, малорелигиозная образованность и особый свойственный им колорит обычаи и традиции, которые привились у них вследствие того, что они на протяжении очень долгого времени не имели возможности получать религиозное образование и жили на протяжении многих веков жили в Османской империи.